Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире информационная война. Сегодня 1 октября, среда. После непродолжительного двухнедельного перерыва мы снова возобновляем вещание нашей программы. Мы не собирались ее убирать из эфира, но тем не менее за это время мы получили огромное количество обращений телезрителей, которые просят вернуть эту толкующую передачу. Мы по-прежнему будем выходить каждый день в 17.30, мы по-прежнему будем толковать новостные ленты, мы будем толковать события, которые происходят в Украине, в России, в Крыму и во всем мире. И мы будем пытаться влиять на эту ситуацию путем бессознательного коллективного, путем сознательного коллективного, путем того, что мы будем делать рассылки всем нашим собеседникам, нашим телезрителям, которые входят в нашу общую русскую информационную сеть. Хочу напомнить, что на базе нашей телепрограммы сформировалась некая общность людей, которые заинтересованы в возрождении русского мира, заинтересованы в победе над американскими и германскими реваншистами, развязавшими войну на Украине, и заинтересованы в том, чтобы построить эту самую Святую Русь как символ справедливого государства. Новороссия, о которой мы в основном и толкуем, она является как бы передним краем этой борьбы, и, собственно говоря, большинство новостей, которые мы толкуем, связаны с этим. Сейчас я подготовил ролик с выступлением Сергея Глазьева, который комментирует общий срез событий на сегодняшний день. Этот ролик почему-то не запустился. Я сейчас в двух словах опишу ситуацию в мире, которая на сегодняшний день сложилась, но в целом тема сегодняшней программы будет, как обычно у нас и бывает, об образовании. Но на сегодняшний день мы с вами знаем, что действует некое перемирие, договоренность о которой достигнута на встрече контактной группы в Минске. Это перемирие не соблюдается со стороны украинских войск, и сегодня, 1 октября, хочу напомнить, что 1 октября в Донецке и вообще на территории Донецкой Народной или Луганской Народных Республик, сегодня, собственно говоря, День знаний. Сегодня дети с опозданием в месяц пошли в школу. И вот именно сегодня с территории Донецкого аэропорта начался обстрел жилых кварталов и прежде всего мест, где расположены школы, ополченцы эвакуируют детей. В общем-то война во всей своей красе продолжается, несмотря на то, что достигнуты соглашения о перемирии, об обмене пленными и другие действия, связанные с этим перемирием. Хочу сказать о том, что в Китае, в Гонконге началось волнение, которое очень похоже на Киевские Майданы, которое очень похоже на тот же сценарий цветной революции. По мнению многих аналитиков, Соединенные Штаты наказывают Китай за поддержку позиции Российской Федерации, за то, что был заключен газовый контракт, за все шаги Китайской Народной Республики, связанные с созданием БРИКС, связанные с деятельностью ШОС и другими событиями. И таким вот образом Китай сейчас тоже становится перед выбором, какую стратегию применить в противодействии американскими технологиям и как себя вести дальше. Помня о том, что произошло в 89-м году в Пекине на площади Тяньаньмэнь, мы знаем, что Китай обычно не церемонится с такими проявлениями, с такими актами гражданского неповиновения. В 89-м году на площади вообще произошла общевойсковая операция, когда было сожжено несколько десятков танков. Но, тем не менее, Китай сохранил свой курс, сохранил преемственность руководства, и мы все с вами можем видеть, где сейчас находится Китай и где сейчас находится Советский Союз. Но это к слову. Очень многие люди, с которыми я встречался во время перерыва выхода нашей программы, они, многие приехали из Донецкой Народной Республики, они там были в качестве добровольцев, многие оказывали гуманитарную помощь, многие перечисляли деньги. И у многих людей есть некое разочарование, связанное с тем, что история затянулась. Практически все люди в один голос говорили, что еще в мае они думали, они надеяли, что Донецк будет освобожден в годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, а к 7 ноября уже, собственно говоря, люди планировали и парад победы в Киеве. Но сложилось все не так. У очень многих людей возникает единственный вопрос, почему история на Донбассе развивается так медленно. И все в единый голос говорят, что вопрос упирается, даже несмотря на трудности со снабжением, даже несмотря на то, что есть разорганизованность в связях между полевыми командирами, разорганизованность между министерствами и ведомствами самой Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, основной вопрос – это подготовка кадров. И вот этой теме, собственно говоря, сегодняшнюю программу мы и посвятим. Мы не будем сегодня принимать звонки телезрителей, мы это отложим уже на завтра. Сегодня такая установочная передача, мы сегодня выходим в первый раз после перерыва. И я хочу задать какую-то такую фундаментальную тему, которая может определить последующие выпуски. И эта тема – это прежде всего тема образования и подготовка кадров. Я общаюсь с педагогами и входящими в русскую информационную сеть, и просто по роду своей деятельности, я сам педагог. И очень многие люди задаются вопросом, каким образом изменить, дополнить, добавить каких-то штрихов в систему образования, чтобы, например, у нас появлялось такое же количество управленцев, даже среди выпускников школ, среди выпускников вузов, которые бы могли, например, вот эти задачи, мы все с вами видим задачи, которые стоят перед Новороссией, перед Донецкой и Луганской Народной Республикой. Это творческая задача, это задача создания нового государства с нуля, это задача государственного общественного строительства. И получается, что люди, которые жили на Донбассе и живут, они к этой задаче оказались неподготовлены. Все управленцы, которые там жили, они были, собственно говоря, все регионалы, они встроены были в систему олигархического управления, все вот эти мэры, главы администрации, руководители предприятий. Это все была какая-то вот одна цепочка, которая вот разрушилась, начали в муках строить новое, и получается так, что из-за общей неподготовленности кадров, из-за неслаженных действий и военного блока, и административного, и происходит вот это провисание, которое на самом деле все сходятся в едином мнении, очень выгодно американцам и очень выгодно киевской хунте держать конфликт в замороженном состоянии, не давать ему разрешиться ни в ту, ни в другую сторону, а заморозить его на зиму вяло текущем, не без прекращения обстрелов жилых кварталов, и в то же время разжечь полномасштабную гражданскую войну по весне. Сейчас отвлечемся от Донбасса, посмотрим, что произошло в Харькове буквально вчера и позавчера. Все вы видели в новостной ленте, что там повалили памятник Ленина, несмотря на общие протесты русского города Харькова, что на площадях Харькова снова был разгул фашистов, нацистов и людей в масках, которые избивали харьковчан, и даже произошло несколько убийств. Причем одно из убийств было ритуальное. Молодой человек в возрасте 25 лет был найден вчера, ну он мертвый, был найден распятым на ограде православного храма. Вот это событие, оно указывает на то, что скрытое руководство киевской хунты, киевской банды, которая, собственно говоря, не является ни Порошенко, ни Турчиновым, взяло стратегию на развязывание полномасштабной гражданской войны. Это можно сделать на двух различиях. Это прежде всего религиозное, то есть конфликт между русским православием и латинянством. И можно сделать языковое различие, это различие между украинским языком и русским. То есть, в принципе, весь этот конфликт, достаточно самодельный, достаточно рукотворный, он ткется, создается на базе вот этих двух конфликтов. И вот это ритуальное убийство, вот это вот ритуальное повешение на ограде, оно означает только то, что когда в драке убивают внезапно, случайно, либо специально какого-то человека, это одна история. Но когда его демонстративно вешают на ограду, это другая история, она направлена на два момента. Это первое, запугать местное население, и второе, разжечь ненависть и разжечь ответный ход, в результате которого дальше уже без разбора начнут убивать либо украиноязычных, либо латинян, под флагом которых вот эти вот массовые буйства в городах и происходят. В Одессе 2 мая и вот сейчас вот в Харькове. Вот это конфликт, который образуется на Украине, который вяло текущий, который происходят отдельные моменты, это вот закладка будущих событий, связанных с разжиганием полномасштабной гражданской войны, когда каждый будет, все будут воевать со всеми. Война будет происходить на всей территории Украины, в каждой области, в каждом городе. И вот эта катастрофа, которая будет наложена на экономическую катастрофу, которая безусловно произойдет зимой, она и, собственно говоря, приведет к тому коллапсу, из которого может возникнуть вот эта самая американская цель. Собственно говоря, полномасштабная европейская война с участием большого количества государств. Мировая ли, не мировая, это тут градация достаточно неявная, но тем не менее, если будет участвовать Польша, Украина, если им удастся втянуть Россию, Румынию и еще какие-то государства, Венгрию, например, то это, собственно говоря, и есть цель Соединенных Штатов Америки, которую мы помним, заключается в том, чтобы ослабить Европейский Союз, переподчинить все ресурсы Европейского Союза Соединенным Штатам Америки, разобраться с внутренним колоссальным долгом Америки и решить свою стратегическую задачу, которая, собственно, даже не в долге, а она в сохранении мирового лидерства и сохранении однополярного мира. По отношению к Российской Федерации и Китаю уже прозвучали даже угрозы со стороны Пендагона о том, что в случае, если Китай и Россия все-таки продавят многополярный мир, то Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право применить вооруженные силы. Вот это вот такая общая картина, но вернемся к образованию. Вот этот вот вялотекущий конфликт, который создан рукотворно при помощи исполнителей в Украине, но при помощи Государственного департамента, спецслужб американских и американского посольства в Киеве, он нашим педагогам крымским, которые обсуждают эту ситуацию, с которыми мы это все обсуждаем, он кажется вялотекущим по той простой причине, что с интеллектуальной точки зрения, с организационной и управленческой, вот та сторона, она действует эффективнее, и грамотнее в несколько раз. То есть скорость принятия решения, скорость исполнения решений, скорость логистики, расчета сил и средств, вообще эффективность всего управления вот этой американской и киевской, хунтовской стороны, она на сегодняшний день выше. И нужно понимать, что дело-то не в кадрах, которые на земле местные, с той стороны, либо с этой. Это значит, что здесь пришли специалисты, которые все из-за рубежа, и которые, собственно говоря, управляют всеми этими процессами, начиная от запуска баллистических ракет и заканчивая вот этими массовыми акциями, связанными с разрушением памятника Ленина, либо с убийствами мирных граждан в целях запугивания. И возникает вопрос, что мы сейчас можем противопоставить с точки зрения интеллектуальной и управленческой, с точки зрения кадровой, с тем, чтобы перехватить вот эту инициативу и сделать так, чтобы конфликт из вяло текущего перешел в быстро развивающийся, и чтобы мы достигли своих целей, которые, кстати, тоже надо бы озвучить. Возникает вопрос у многих ополченцев и у многих русских, которые живут в Крыму, которые перечисляют гуманитарную помощь, которые участвуют в качестве добровольцев, у многих русских из других регионов России, которые болеют за Новую Русь, у них возникает единственный вопрос. Мы поддерживаем вас, мы для вас стараемся, мы готовы оказывать материальную, гуманитарную, любую другую помощь, но возникает вопрос, что делается там, почему такое управленческое провисание, чем помочь с организационной точки зрения, и все сходятся в едином, что вопрос упирается в лидеров, в качество подготовки и в качество предыдущей карьеры. То есть очень многие вопросы, которые происходят в Новороссии, они связаны с тем, что люди никогда не управляли, люди никогда не вели никакие проекты в рамках проектного менеджмента, люди не умеют, например, писать письма, либо отвечать на письма. Из банальных мелких вещей, и получается, что вот эта государственная нарождающаяся машина не имеет элементарных навыков и знаний базовых, которые позволяли бы решать многие задачи на порядок эффективнее, и это все в конце концов бы привело к тому, чтобы было бы меньше жертв. То есть если бы, например, уже с началом 1 октября вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик стояли по периметру областей, и отодвинули артиллерию системы залпового огня на порядок дальше, чтобы не было возможным обстреливать хотя бы города-миллионники, то это привело бы к тому, чтобы не погибло огромное количество мирных жителей. И опять мы с вами упираемся в вопрос образования, подготовки кадров и отлаживания государственного механизма. И вот здесь, по мнению многих педагогов крымских, мы, собственно говоря, делали за эти дни несколько мозговых штурмов, все пришли к тому, что все равно надо начинать со школы. И, вы знаете, прозвучала очень парадоксальная, очень для меня неожиданная мысль, я сам педагог, я закончил педагогический институт. Продолжение следует...